Правительство Германии объявило, что временно вводит контроль на всех сухопутных границах страны в попытке справиться с нелегальной миграцией и защитить население. Проверки начнутся 16 сентября и продлятся шесть месяцев. «Я отдала этот приказ сегодня и уже проинформировала ЕС. Так мы сможем и дальше ограничивать нелегальную миграцию и защищать людей от серьёзных опасностей со стороны исламского террора и преступности. Мы делаем всё возможное, чтобы лучше защитить людей в нашей стране». В последние годы Германия ужесточала свою позицию в вопросе нелегальных беженцев. Так правительство пытается вернуть себе инициативу на фоне растущих рейтингов крайне правой партии «Альтернатива для Германии», которая выступает против миграции. Кроме того, в обществе растёт недовольство в связи с недавними смертельными атаками с ножом, в которых подозреваемыми были просители убежища. За подобную атаку в августе, в результате которой погибло три человека, ответственность взяла группировка «Исламское государство», запрещённое в России и других странах. При этом в начале сентября партия «Альтернатива для Германии» стала первой крайне правой со времён Второй мировой войны, которая победила на местных выборах. Это произошло в земле Тюрингия. Сухопутная граница Германии имеет протяжённость в 3700 километров. Страна граничит с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом, Францией и Швейцарией, а также Австрией, Чехией и Польшей. Китай больше не будет отправлять детей за границу на усыновление. Коммунистические власти страны отменили программу, которая действовала более 30 лет, поддерживая бывшую политику одного ребёнка. Министерство иностранных дел КНР заявило, что программу отменили, цитата, в соответствии с международными тенденциями. Оно добавило, что исключения могут сделать только для родственников детей. Пока не ясно, как поступят с детьми, которые уже находятся в процессе усыновления. Китай проводил жёсткую политику «Одна семья, один ребёнок» с 1979 по 2015 год. Так он пытался сократить численность населения. В 1992 году он также открыл двери для международного усыновления, отправив в другие страны более 160 тысяч детей. 82 тысячи из них в основном девочек усыновили семьи в США. При этом девочек чаще отправляли по той причине, что раньше, когда действовала политика одного ребёнка, китайские семьи предпочитали оставлять себе мальчиков. Это тесно связано с культурными особенностями страны, где сын традиционно поддерживает пожилых родителей. Сейчас же в Китае наблюдается один из самых низких показателей рождаемости в мире. Теперь власти обеспокоились демографическими показателями и стимулируют молодых женщин заводить детей. Китай также впервые опустился на второе место по численности населения, уступив первое Индии. Кроме того, население КНР продолжает стареть. Отметим, в мае Нидерланды запретили своим гражданам усыновлять детей из других стран. Аналогичную программу закрыли и в Дании, после того, как там прекратило работу единственное агентство подобного рода. Знакомьтесь с Айронкап. Это робот, который учится летать. Исследователи из Итальянского технологического института решили научить своего двуногого гуманоида по имени Айкап подниматься в воздух с помощью реактивного ранца. Теперь его переименовали в Айронкап по аналогии с Железным Человеком. Робот имеет реактивную турбину на каждой руке и по одной на каждом плече. «Нам пришлось переделать весь реактивный ранец, всю нижнюю часть корпуса. Не забывайте, что отсюда выхлопные газы выходят при температуре 800 градусов по Цельсию на сверхзвуковой скорости. Есть две проблемы. Такой поток уничтожает всё, с чем сталкивается. И плавит всё, с чем сталкивается. Поэтому нам пришлось построить эту специальную защиту для Айронкап». Команда надеется, что способность летать позволит Айронкап выполнять поисково-спасательные операции в местах, слишком опасных или недоступных для людей. «Конечная цель – получить технологию реагирования на стихийные бедствия, которая может помочь операторам действовать удалённо там, куда сложно добраться, где нужно обходить мусор и препятствия. Он сможет осматривать местность, искать выживших». Команда работает над системами, которые позволят роботу поддерживать устойчивый полёт, взлёт и посадку, а также более плавно переходить от одного действия к другому. В итоге они планируют оснастить его крылом, что позволит ему получить преимущество горизонтального полёта. Айронкап стал первым гуманоидным роботом, которого испытывали в аэродинамической трубе в Политехническом университете Милана с целью проверки его аэродинамики и сбора ценных данных. Команда надеется, что это инновационное исследование может привести к революции в возможностях гуманоидных роботов, расширив их потенциальное использование в задачах реагирования на стихийные бедствия. После рекордно жаркого лета эта процедура пользуется особым спросом в Германии. Это криокамера, где вас охладят до минус 150 градусов по Цельсию. Но не стоит бояться превратиться в ледяную статую. Подобная процедура с использованием азота организму никак не повредит. Наоборот, считается, что она активизирует в организме многие процессы. «Очень освежает, довольно холодно, но неприятных ощущений нет. Около трёх минут – вполне терпимо. Покалывает кожу и чувствуешь разницу. Мои руки вверху, они очень тёплые, а ниже – очень холодно. Ощущение мурашек на коже». Эта клиентка впервые попробовала процедуру четыре месяца назад. Теперь приходит по два раза в неделю. «Я просто хочу немного ускорить метаболизм и укрепить иммунную систему, чтобы предотвратить простуды». Процесс охлаждения занимает всего три минуты. Пока температура постепенно понижается, сотрудница следит за состоянием клиентов. «К нам приходят по разным причинам, многие – по медицинским показаниям. Особенно при таких заболеваниях, как артроз, ревматизм, нейродермит и всевозможные боли. Воздействие холодом действительно очень эффективно против боли. Оно стимулирует процесс выздоровления». При этом многие клиенты приходили сюда всё лето, чтобы просто охладиться. «Сегодня у нас очень насыщенный день. Весь график заполнен, потому что многие наши клиенты действительно страдают от жары. Для них охлаждение – что-то невероятно приятное. Они приходят сюда, чтобы побаловать себя этими тремя минутами. Для них это как спа». Отметим, что лето 2024 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Есть вероятность, что весь текущий год также получит такой статус. Бывшую помощницу губернатора Нью-Йорка обвинили в шпионской деятельности в качестве агента властей Китая. 41-летнюю Линду Сунь прокуратура подозревает в получении миллиона долларов за свою деятельность. Ей дарили дорогие подарки и доставляли изысканную еду. Перед судом в Бруклине предстала не только Сунь, но также её 40-летний муж Крис Ху. Оба заявили о своей невиновности. Федеральные прокуроры говорят, что работая в правительстве штата, Сунь создавала препятствие для встреч тайваньских политиков с местными должностными лицами. Она также пыталась организовать визит высокопоставленного чиновника штата в Китай. В обмен власти КНР якобы перевели миллионы долларов на счета её мужа, который вёл бизнес в Китае. Прокуроры заявили, что Сунь и Ху использовали деньги, чтобы купить спортивный автомобиль Феррари, а также недвижимость стоимостью около 6 миллионов долларов на Лонг-Айленде в Нью-Йорке и в Гонолулу. Прокуроры говорят, что в дом родителей Сунь привозили утку по-нанкински, приготовленную личным поваром китайского правительственного чиновника. Саму губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул в каких-либо правонарушениях не обвиняли. Её офис уволил Сунь в марте 2023 года, обнаружив доказательства неправомерного поведения. Он также немедленно сообщил о действиях Сунь властям и помогал правоохранительным органам на протяжении всего процесса. Сунь освободили под залог в полтора миллиона долларов, а для её мужа залог составил 500 тысяч. Следующее заседание по делу состоится 25 сентября. Новый Эстон Мартин Ванкуиш дебютирует в Венеции. Это самый быстрый и самый мощный серийный автомобиль британского бренда и его флагман. Двухместный гиперкар оснащён бензиновым силовым агрегатом. Не будет ни гибридов, ни электрических версий. Название модели означает побеждать. «Это самый знаковый автомобиль в нашей линейке. Это совершенно новый флагман с 12-цилиндровым двигателем мощностью 830 лошадиных сил, двухместный и с изумительным фантастическим дизайном». Объём битурбомотора – 5,2 литра. Спорткар разгоняется до сотни за 3,3 секунды. Максимальная скорость – 345 км в час. Компания будет выпускать менее тысячи экземпляров в год. «Это очень быстрый автомобиль. На сегодняшний день это вершина инженерной мысли Астон Мартин». По мнению экспертов, для поклонников мощных гиперкаров с бензиновым мотором «Ванкуиш» станет желанной покупкой. К тому же у британцев модель с таким названием ассоциируется с Джеймсом Бондом. «Ванкуиш» первого поколения был автомобилем «Агента 007» в фильме «Умри, но не сейчас». «У этого автомобиля абсолютно бензиновый двигатель с 12-ю цилиндрами. Это своего рода празднование мощи бензиновых агрегатов. Как долго компания сможет делать такие, я не знаю. Но пока это происходит, и люди будут этого требовать. Это настоящий старый добрый Астон Мартин». При стартовой цене в 350 тысяч фунтов стерлингов суперкар обещает стать редким явлением на дороге. Выпускать его начнут уже к концу года. Между тем, Астон Мартин сотрудничает с калифорнийским стартапом Lucid Motors. Они вместе разрабатывают линейку электромобилей, которые появятся в продаже в ближайшие несколько лет. Из-под воды высыхающего озера Морнос в центре Греции снова показались стены затопленной деревни Калио. В последний раз их видели почти 45 лет назад. Водоём мелеет из-за небывалой засухи. Прошлой зимой здесь выпало очень мало снега, а летом почти не было дождей. При этом искусственное озеро Морнос снабжает водой почти половину населения Греции. Сейчас его уровень опустился до самого низкого за последние десятилетия. «Озеро начало мелеть, обнажая руины, которые видны с окружающих гор. Уровень воды падает с каждым днём. Полтора месяца назад начали появляться первые дома затопленной деревни Калио. Её затопили, чтобы создать искусственное озеро Морнос». По словам мэра муниципалитета Дориды, если в этом году выпадет мало снега и дождя, температура будет высокой, то ситуация ухудшится. «Мы можем вернуться к тому, что пережили в 90-х годах, когда озеро можно было перейти пешком. Если мы снова окажемся в такой ситуации, это будет огромная проблема. Так что нужно уважать этот ресурс и использовать его более разумно». Деревню затопили в 1980 году, чтобы создать водоём, призванный снабжать растущую столицу Греции, расположенную примерно в 200 километрах. «Плохо, что озеро мелеет. Раньше я видел его полным и говорил, что это пляж. Теперь всё, что видишь, – это сухая земля». «Если так будет продолжаться, то на дне обнажится вся деревня, где была церковь и наш дом». В августе 2022 года площадь поверхности озера составляла почти 17 квадратных километров, и в нём было 1,2 миллиарда кубометров воды. В этом году площадь составляет всего 12 километров, а объём воды в озере сократился до 700 миллионов кубометров. При этом Морнос, а также три других водохранилища снабжают водой регион, где проживает около 4 миллионов человек. Не менее 129 человек погибло при попытке побега из крупнейшей тюрьмы Дэйр-Конга в столице страны, городе Киншаса. Инцидент произошёл рано утром в понедельник. По словам министра внутренних дел, во время побега тюрьме был нанесён значительный материальный ущерб. Кроме того, утром во вторник в административном здании учреждения, включая продовольственные склады и больницу, вспыхнул пожар. «Предварительное число жертв – 129 человек. 24 человека застрелили после предупреждения. Остальные погибли от давки и удушья, а некоторые женщины были изнасилованы. Комиссия также выявила 59 раненых». Ранее в июле тюрьма Макала освободила 420 заключённых, пытаясь сократить переполненность. Это крупнейшая и самая переполненная тюрьма в Конго. Её построили в 1957 году для размещения 1500 заключённых. При этом в июле этого года в ней, по словам активистов, содержалось около 15 тысяч человек. Причём подавляющее большинство находилось в предварительном заключении. Многие жаловались на ужасные условия содержания. «Я нахожусь здесь под стражей уже год без суда и следствия. Условия очень тяжёлые. Заключённые умирают каждый день. Люди здесь страдают так, что сложно это вообразить. Нас кормят очень плохо». Отметим, что по словам тюремных чиновников, во время смертоносной попытки побега ни одному из заключённых не удалось скрыться.